Они приходили строить, чернику пригоняли, но живцы выходили, как-то не давали, как-то отстояли, не знаю как. Именно благодаря неравнодушию местных жителей здесь теперь не стоит многоэтажное здание. Горожане сообщили в соответствующие структуры о незаконных работах, проводимых на участке. Проверка подтвердила, строительство жилого дома здесь не предусмотрено. Правда, застройщики уже успели вырыть котлован. Теперь задача власти – заставить владельца земли засыпать яму. Засыпка этих котлованов – это затратная процедура, в связи с чем мы будем добиваться того, чтобы собственники этих земельных участков, на которых без разрешительных документов вырыт котлованы, чтобы они за счет собственных средств привели в первознанное состояние свои земельные участки. Это очень опасно для наших внуков, для детей, для всех. Несколько раз детей маленьких оттуда приходилось вытаскивать. Здесь сколько заразы тут может быть еще. Слышите, да? Тем временем представитель прокуратуры призывают людей следовать примеру жильцов улицы Чайковского, а своевременно сообщать в ответственные ведомства, если вы стали очевидцем о фактах незаконного строительства. При виде, что ведется где-то незаконное строительство по каким-то объектам, просим обращаться в прокуратуру города Махачкала и в администрацию города для реагирования своевременно. Потому что если своевременно мы не отреагируем, начинается поднятие одного или второго этажа, впоследствии будет очень сложно приостановить строительство. Кроме того, власти давно создали механизмы для защиты местных жителей от недобросовестных застройщиков. Сейчас законность возводимого объекта можно проверить легко. Для этого достаточно обратиться в Управление архитектуры и градостроительства города Махачкалы или в Министерство строительства республики. Чтобы избежать вложения средств в данный объект и потери денег в последующем, мы просим жителей города обращаться в соответствующие органы, чтобы им дали разъяснение, на основании законных документов строится многоквартирный дом или нет. Потому что наши жители часто бывают введены в заблуждение, что якобы имеется разрешительная документация. В последующем эти объекты поддаются на снос и появляются проблемы у наших жителей. Патимат Ханапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала.